Тишина, сосредоточенность игроков и напряжение в воздухе, которое можно буквально потрогать. В Самаре в шахматном клубе имени Льва Аполугаевского стартовал мемориал, посвященный этому куйбышевскому шахматисту. Турнир традиционный, проходит уже более 11 лет и собирает самых разных любителей этой настольной игры. От новичков до профессионалов. В июле проводятся хорошие турниры, набирают, ну, наверное, сильнейшие составы Самарской области на этих турнирах. Многих я знаю, все-таки место ребят уже давно играем. Состав участников разнообразный. Парни и девушки. Совсем юные игроки и ветераны с колоссальным опытом. Как, например, 85-летний Валерий Дмитриев. Любовь к игре он привил и дочери, и внуку, а сам играет до сих пор, чтобы поддерживать ум в тонусе. Потому долгожительным являюсь, что я чем-то еще занят, кроме работы. Я на пенсию ушел давно еще, в 90-е годы, но продолжал работать. У меня план только, я всегда играю на выигрыш, всегда. Всего в турнире принимают участие 26 спортсменов из пяти регионов. Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров. После каждого будет проводиться жеребьевка между шахматистами с одинаковым балансом побед и поражений. Таким образом, чтобы выиграть, нужно будет постоянно играть сильнейшими соперниками. Победители определяют как в абсолюте, так и в разных категориях. В этом вот замечательном зале, где так прохладно, удобно играть, специально расставлены столики, чтобы можно было сотворить какое-нибудь произведение искусства, можно сказать, в своей партии. Мемориал Полугаевского стал частью Большого шахматного месяца. Здесь же, в клубе, названном в его честь, накануне завершился Кубок президента шахматной федерации ПФО. А также до конца июля пройдут массовые сеансы одновременной игры в честь Международного дня шахмат, этап Кубка России среди детей и открытый турнир для всех желающих «Жигулевские просторы». Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.